Опять За тобой, как в дом, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого, Положись на него. Пусть напомнится тебе Песня чудака Топ-цеп-так, топ-цеп-так, И в твоём двадцатом вере за любовь Ходят, как не в теле. Можешь быть любою, Ты права всегда. Горе мне с тобою, Горе мне с тобою, Без тебя беда. Имя этого певца сегодня вспомнит только старшее поколение. А ведь талантливый советский артист Владимир Макаров в конце 60-х покорил зрителей великолепным голосом, мастерством и неповторимым стилем. Все произведения в его исполнении тут же становились хитами. И в каком бы уголке великой страны они не звучали, все дружно подхватывали, опять от меня сбежала последняя электричка. А я еду, а я еду за туманом. От людей на деревне не спрятаться. Почему же оборвалась успешная карьера певца и как сложилась его судьба? Юность Владимира Макарова сложно назвать беззаботной. Он родился в Дубне в 1932 году. С раннего детства любил петь, но после окончания школы уехал в Тулу и поступил в техническое училище. Наверное, Володя стал бы хорошим наладчиком станков. Но попал под влияние плохой компании. Ребята занимались воровством. В начале 50-х будущего певца и его приятелей осудили за кражу в магазине, который находился в небольшом поселке Дубна. Отбывать заслуженное наказание пока еще Макаркин, это настоящая фамилия певца, отправился на Колыму. И это оказалось судьбоносной историей. Художественным руководителем ансамбля заключенных был сам Вадим Козин. А среди собратьев-зэков — Эдди Рознер, кумир всех советских поклонников джаза. Рознер оценил вокальные данные Макаркина и даже дал ему несколько уроков. А после освобождения пригласил в свой джаз-оркестр. Интересно, что в официальной биографии певца уголовная история постепенно переросла в службу в армии. Даже когда на исходе 90-х Макаров давал интервью в Туле, он и сам рассказывал о военном ансамбле МВД в Магадане, где он встретился с Эдди Рознером. А вот Рознер, по его словам, в то время находился в заключении и по разрешению начальства делал аранжировки. После освобождения певец решил все начать с чистого листа. В первую очередь подкорректировал свою фамилию и стал Макаров. В оркестре Рознера он проработал ровно столько, сколько разрешали работать в Москве немосквичу. Потом уехал в Северо-Осетинскую филармонию, где стал народным артистом Северной Осетии. Долгое время это было единственное его звание, несмотря на всю обрушившуюся вскоре на Макарова популярность. Из Осетии Макаров приехал в Тулу, работал с джаз-оркестром Анатолия Кролла. Впрочем, с тезисом, что он начинал с Кроллом, Владимир Макаров был не согласен. Говорил, что это Кролл с ним начинал, поскольку приехал в Тулу вместе с ним. Шаг за шагом Владимир Павлович приближался к своей заветной мечте – прославиться на весь Советский Союз. Город Тула стал родным Макарову. В 1965 году он смог купить хоть и маленькую, но уютную квартиру. Стремился создать семью, однако девушка, в которую влюбился певец, не ответила ему взаимностью. Друзьям говорила, что Володя ростом не вышел. Но прошло совсем немного времени, и она пожалела, что не согласилась выйти за него замуж. В 1966 году Владимира Макарова пригласили на Всесоюзный конкурс артистов эстрады. Великолепное исполнение произведений покорило жюри и слушателей. А через год он стал лауреатом международного фестиваля, который проходил в Польской Республике. После этого талантливый певец уехал в столицу и стал солистом москонцерта. Своё тульское жильё обменял на комнату в коммунальной квартире. В репертуаре советского певца появились произведения, которые звучали в знаменитых экранизациях. В мелодраме дело было в Пенькове, в телефильме «Моя улица», записал он и главную милицейскую песню. «Наша служба и опасна и трудна для телецикла, следствие, ведут знатоки и другие». А ещё он поёт «Четыре таракана» и «Сверчок, люблю я макароны». Но настоящая слава и признание пришли после того, как страна услышала, опять от меня сбежала последняя электричка. «И а я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги». Забавно, что за песню «Электричка» исполнителю досталась от цензура. В ней были такие слова «Уж Восток не спеша начинает гореть, завтра рано вставать на работу». В то время у СССР были особые отношения с Китаем. Совсем недавно случились боевые столкновения на острове Даманский, и в словах про «Горящий Восток» цензура усмотрела намёк на антикитайскую пропаганду. Все концерты с участием Владимира Макарова проходили с большим успехом. На сцену выходил в красивых костюмах. Вот только комплексовал из-за маленького роста и обувал туфли на платформе или высоких каблуках. Тщательно следил за своим внешним видом, всегда был элегантным и следил за модой. Его по праву можно считать романтиком отепели 60-х годов. Популярность Владимира Макарова стремительно росла. Ежегодно фирма «Мелодия» выпускала миллионные тиражи грампластинок с замечательными песнями. «Любовь шагает по земле», «Всё, что есть у меня», «Три года ты мне снилась», «Казачок», «Налетели вдруг дожди». И, конечно, последняя электричка. Певец стал желанным гостем музыкальных программ, на всех радиостанциях звучал его красивый голос. Вместе с другими знаменитыми артистами ездил с концертами за рубеж. Всё было так, как когда-то мечтал Владимир. Личная жизнь тоже налаживалась. Певец познакомился с чудесной женщиной, которую звали Нина. На тот момент она работала в известном магазине «Берёзка товароведом». Несмотря на достаточно большую разницу в возрасте, Нина была старше на 14 лет, пара начала встречаться. Владимир очень любил свою избранницу, но не спешил ей делать предложения. Сначала хотел решить жилищные проблемы, и к 38 годам смог купить приличную квартиру в Москве. После трёх лет знакомства пара сыграла свадьбу и вскоре радовалась рождению сына Дмитрия. В семье у Макарова всё было отлично, а вот в творчестве наступил кризис. Однажды артист вместе с Магомаевым и Абадзинским уехали в Красноярск. В местной филармонии певцов очень тепло приняли зрители. Как-то к ним подошёл руководитель концертной программой и попросил перекрыть дефицит бюджета. Артисты согласились, хотя это было рискованно. Работали по 3-4 концерта в день. Недостаток бюджета восполнили, но и сами хорошо заработали. За что тут же были обвинены в рвачестве, ведь дополнительные концерты не были утверждены Министерством культуры. Кто-то донёс о левых концертах. Разборки были серьёзные. С Макарова едва не сняли звание народного артиста Северной Осетии. От сольных концертов и записей на радио и телевидении отстранили всех троих. Только через некоторое время Макарову разрешили петь в сборных концертах, но такой бешеной популярности достичь уже не мог. «Я жил в постоянных стрессах. Меня ругали, записи размагничивали, постоянно грозились лишить работы», — вспоминал он. Все неудачи и невостребованность отразились на его здоровье. В конце 80-х он перенёс два инфаркта, один за другим. Первый случился в день аварии на Чернобыльской АЭС, 28 апреля 1986 года, перед концертом в Доме Союзов. После второго удара, в 1987 году, он ушёл на покой. Любил жить на даче, в десяти минутах езды, от Внукова. Как сам выражался, отшельником. Иногда певец всё же выступал, а с конца 90-х в родном городе Макарова проводится фестиваль его имени. Певец был председателем жюри, пока не ушёл из жизни. 29 июля 2008 года заслуженный артист ушёл из жизни от сердечной недостаточности. Субтитры создавал DimaTorzok